МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошая была тетка. Толковая. Особенная была женщина. И помогла. И обогрела. Родные иногда даже так не поступают. Да. Царствие ей небесное. Да. Пусть ей там будет хорошо. Да мне теперь... Надо будет другое жилье искать. Работу. Чего это вдруг? Ну, я же здесь, подоброте Киры Георгиевны была. Слушай, брось ты эти негативные мысли. У Глеба наверняка другие планы на эту квартиру. Ну, прям-таки планы у него. Прямо беднее он без этой квартиры. Это что? Да что вы говорите, а? Это когда-то мы успели? Ну-ка, ну-ка, давай, давай, давай. Рассказывай мне все подробненько. Ты подумай. Настя на память. Глеб. Давай, что ты улыбаешься? Рассказывай быстрее. Мне надо бежать уже к маме домой. Ну? Может, конечно, грешно так говорить, но без своей Мегеры, мамочки, Глеб теперь твой с потрохами. Ну, ты скажешь тоже. Ну, а что? Траур закончится, и можешь готовиться к своей дерью. Я сейчас просто боюсь заикаться об этом. И зря. Я же тебе рассказывала, как я своего нефтяника захомутала. Да, я помню. Ну, вот и учись. Ночная кукушка, она кого хочешь и что хочешь перекукует. Зин, ты просто стратег. Зин, ты просто стратег. И в заключение хочу сказать следующее, чтобы не возникало ненужных вопросов. Пока все не будет приведено в надлежащую юридическую форму, дела компании временно буду вести я. Хочу сразу всех заверить, все остается так же, как при Кире Геодину. И зарплаты тоже. Разумеется. Так что мы все продолжаем так же плодотворно трудиться на благо нашей компании, ну и самих себя. На этом все. Спасибо за внимание. Что за дурацкий день? А что случилось? Да мне нужно в два места успеть. Специально у Орловского пораньше отпросилась. Я понимаю, что все равно не успеваю. Сначала маме за льготными лекарствами нужно заехать. А там вечную очередь на полдня. Потом еще Гарику в больницу. Как у него? Осложнение после операции. Сильный отек. Самое главное, непонятно, что дальше. Врач говорит, что может остаться хромота. Ну, маме, естественно, ничего не рассказываю. Она и так за него очень переживает. Так, давай я после работы съезжу за лекарствами, а ты езжай к Гарику. Пиши адрес. Спасибо тебе. Так. Глеб, слушай, ну, я тебе звоню, звоню, а ты трубку не берешь. Я уже хотела МЧС вызывать. Какой МЧС? Что за глупости? Это не глупости. Может быть, ты тут сердечным приступом лежишь. Ну, ты себя в зеркало видел? Видел. Скажи, ты хочешь совсем себя доконать? Идея. Ну, нужно как-то брать себя в руки. У тебя есть твое любимое дело, твоя компания. Ну, компания не совсем моя. В каком смысле? Мама написала завещание. Это нормальная практика. Сейчас все так делают. Но там есть один пункт. Какой пункт? Боюсь, что тебе он не понравится. Ну, ведьма. Ну, все ведь просчитала. Ты хоть представляешь, как я себя чувствую? Да я вообще бы удавилась. Спасибо, подруга. Утешила. Ну, а что делать, когда такое коварство? А что Глеб? Он в ауте пьет. Ну, это настоящий мужской поступок. Это такая реакция, это фаза неприятия. Что? Дорогая моя, надо терпеть. Мужики, они не мы, они коня на скаку не остановят. Да, ты сейчас еще скажи, что женщины с Венеры, мужчины с Марса. Нет. Мне иногда вообще кажется, что они из другой галактики. Посланы нам в наказание. Синь, я тебя прошу, только давай вот без этих твоих теорий. И так голова пухнет. Ну, а что теперь? Довести себя до инфаркта? В конце концов, океан, он большой. И рыба много. Ну, что ты несешь? Слушай, меня осенило. Здрасьте, Настя. Здравствуйте. А я не знала, что вы сегодня придете. Да я сам не знал. А про цветы я не подумал. Многие сами меня сюда привели. Не одобряете? Каждый справляется по-своему. Странно у нас ужин получился. Мамка, как будто чувствовала свой уход. Та хотела что-то наверстать, то ли устроить. Имя? Улеб. Дата и год рождения. Я вот здесь вот все написала. Все хорошо? Сложная комбинация. Если что-то не так, мы можем доплатить, сколько скажете. Я не в этом смысле. Хотя, как пожелаете, удерживать вас не стану. Что? Что-то плохое? Я не знаю, обрадует вас это или нет, но для вашего Глеба удачным будет только второй брак. А поточнее нельзя? Вам фамилию назвать. А вы можете? Милая моя, я многое могу, но границы есть и у меня. Жалко. С фамилией было бы прямо самое то. Когда моя мама умерла, я тоже себе места не находила. Как же вы справились с этим? Ну, закружала себя работой. Слава Богу, в деревне со своим хозяйством этого хватает. Потом я пошла на курсы английского, компьютера, чтобы голова всегда была занята чем-то. То есть, ваш рецепт – это работа? Да. Мне, наверное, лучше съехать с квартиры, да? Почему это? Ну, неудобно как-то. Кому неудобно? Мне. Я же, получается, задарма там живу. Как-то неправильно. А? Что? Что я опять не то сказала? Задарма. Я это слово слышал только от мамы. Задарма. А, ты знаешь, меня даже это устраивает. Устраивает? Да. Сначала он женится на своей деревенской дурочке, получит мамину компанию, а потом разведется. И женится уже она тебе? Да. Только по-настоящему. И это будет как раз второй счастливый брак. Точно. Такого мужика упускать нельзя. Только согласится ли он на все это? А у него нет выбора. Ну, пойдем, пойдем. Гуляй. Ха-ха-ха. Хороший. Хороший пес. Обожаю эту породу. У вас тоже Йорк? Да, была. Два года назад умерла. Жулькой звали. Вашего как? Татошки. Хорошее имя. Любите волшебника изымрудного города? Да нет, дети назвали. Хорошие вас дети, Лев Евгеньевич. Такие книги читают. А вы откуда знаете мое имя? А я о вас, Лев Евгеньевич, очень много чего знаю. Поговорим? Да. Тут главное, чтобы вязка была свободной. А вот в этом месте? А я перешла уже на такую. Пришлось забрать домой. Нужно делать новую операцию. А я что, виноват, что они не могут с первого раза сделать все как надо? Привет, бабуль. Привет, дорогой. Выпороть бы тебя. Да вижу, тебе уже и так досталось. Познакомься. Моя подруга, Анастасия Петровна. Ну, какая же я, Анастасия Петровна? А кто ж ты ему? Пусть Настями своих подружек называет. Ну, привет. Наслышанная тебе. Да уж. Представляю, как меня тут расписали. Ой, прям таки расписано. Ладно, Джек Попрыгун, иди давай переодевать, а я тебе поесть разогрею. А что разогреешь? А разогрею тебе твой любимый плов. Спасибо. Пожалуйста. Специально, между прочим, как хорошему мальчику готовила. Теперь надо искать врача, чтобы не осталось хромоты. А где его искать, я ума не приложу. А я слышала, что у Бурова есть сестра. Она работает в клинике хирургом. Она спортсменов лечит. Ну, давай к ней обратимся. Ай да, Кира. Ай да, молодец. Даже с того света ролит своим сынком. Ну, долго-то еще? Мне до нормы еще тысяча шагов осталось. Не обращайте внимания. Нотариуса не сильно напугали? Инфаркта его не хватил? Я был предельно аккуратен. И он просто так взял про завещание все и вывалил. У него жена, дети. Он же разумный человек, в конце концов. Надо сделать так, чтобы Глеб не смог выполнить условия завещания. И у него, конечно же, есть идея. Есть идея? Есть. Девушка, не скажете, в который час? Ну, у вас же есть мобильник, и посмотрите. А что так невежливо? Критические дни. Нравится быть уродом, да? Ты чего в царе векнула? А я вас не боюсь. Будете с тайной, как шакала. Страшно было одному на улицу выйти? Ты чего, тварь бордая? Эй, пацаны! Не хорошо девушку обижать. Ё-моё, у нас тут герой. Не жалко тебя? А что именно? Бастюночка твоего. Пошел назад! Эй, отпусти! Быстро ноги в руки свалили отсюда. Мы тебя еще встретим. Пистолет тебе не поможет. Ничего не успели сделать? Нет, не успели. Спасибо. Роман. Настя. Очень приятно. Очень приятно. А вы всегда такой заступник? Ну так, только по вторникам. Давайте провожу домой. А то вдруг вернулся. Ладно. Чем вы занимаетесь, Роман? Архитектурой и архитектор. Архитектор? А пистолет? А если бы у них настоящие пистолеты оказались? Да нет. Таких придурков не бывает настоящих. Ну, максимум ножи. Ну, ножи вообще-то тоже опасное оружие. Вообще-то я мастер спорта по боевому самбо. Да вы просто и находка. Ну, хотелось бы, чтобы было так. Ну, вот мы и пришли. Это мой подъезд. Жалко. Я думал, дорога будет длиннее. Ночи я не напрашиваюсь, все равно не позовете. Поэтому приглашаю на ужин. Допустим, завтра в ресторан. Поймите, Роман, я очень вам благодарна за ваш смелый поступок. Но у нас ничего не получится. Настя, дайте мне один шанс. Даже пол шанса. Роман, понимаете, дело не в вас. Вы просто не в моем вкусе. До свидания. А мне гадалка сказала, что у тебя второй брак будет счастливым. Ты что, веришь в эту тумбу-юнбу? Верю. А еще я верю в нашу с тобой любовь. И верю, что мы с тобой, несмотря ни на что, должны быть вместе. Марин, я просил тебя никому не говорить про завещание. Ты рассказала Зине. Я не рассказывала Зине. Ты что, считаешь меня идиоткой? Скорее себя считай идиотом. А может быть, ты просто разлюбил меня? Ну, ты с ума-то не сходи уже. А я схожу с ума. Я схожу с ума. А ты как будто этого не понимаешь. Ну, я согласна на твой эффективный брак. Я согласна терпеть рядом с тобой другую женщину. И все для того, чтобы ты не остался с голым задом благодаря своей сумасшедшей мамаши. Мою маму трогать не надо. Лива, ну, прости. Прости. Ты же понимаешь, что она просто... Просто не оставила тебе выбора. А если я откажусь от всего? Ты за меня выйдешь? А ты как думаешь? Вика! Здравствуйте, Владимир. Ну, что же вы? Сами-то не подошли. Я всю ситуацию объяснила. Значит, мы поступим так. Я поговорю с сестрой и дам вам знать, когда она сможет посмотреть мальчика. Идет? Да, конечно. Мы сделаем все, что вы скажете. Ну, вот и славно. Спасибо вам. Да ну что вы. Не за что пока. До связи. Вот видишь, а ты говорила, ничего не получится. Ну, клиника-то платная. Потянули я по деньгам. Давай пройдем обследование, а потом посмотрим. Да, ты права. Если я правильно понял, вы предлагаете некую, пожалуйста, некую усложненную пирамиду. Привлекаете вкладчиков на весьма выгодных, но на практике нереальных условиях. Ну, почему же нереальных? Потому что если их выполнить, проект становится умыточным. А на это вы пойдете вряд ли. Убытки. Убытки никого не радуют. А когда припечет, наступит искусственное банкротство или еще какие вы крутасы. Все это смакивает на аферу. Ну, зачем же так? Возможно, это и напоминает, как вы выразились, пирамиду. Но давайте не будем доводить дело до абсурда. Свои обязательства мы привыкли выполнять. К тому же вы сами знаете, что это достаточно распространенная схема привлечения клиентов. Все, мне это кажется весьма сомнительным предприятием. Бизнес, Глеб Анатольевич. Это когда выгодно. А мне такая выгода не нужна. Вы думаете, ваша мать поддержала бы вашу категоричность? Сейчас решение принимаю я. Ойли. А что вы хотите этим сказать? Это значит, что мы делаем вам предложение авансировано. Полагаясь на ваше предпринимательское чутье. А можно поконкретней? Без туманных. Да, конечно же, нет. Подождите, давайте не будем грешить. Глеб Анатольевич. Я хотел бы предложить вам не торопиться с ответом. Сказать «нет» вы всегда успеете. А зачем на завтра откладывать то, что можно сделать сегодня? Я говорю вам – нет. Нет. Глеб Анатольевич. Что насчет вечера? Извините, не поняла. Я имел в виду, что вы сегодня делаете вечером? А вы почему интересуетесь? Хотел пригласить вас в ресторан, но не знаю, какую кухню вы предпочитаете. А я вообще-то... Вы сегодня свободны? Да, я свободна. Но я не разбираюсь в кухнях. Это лучший ответ, который я мог услышать. Я за вами заеду в 8 часов, а по дороге мы определим уже, какая кухня. Договорились? До встречи. А что происходит? Ты колдунья? Я сама не знаю, что думать. Что тут думать? Они в этом все неоригинальны. Тебе он хоть нравится? Понятно. Значит, она тебя отшила. Да нет, она просто не соглашается на свидание. Но я обещаю, я применю свою проверенную технику, и она не устоит. Послушай, а ты правда идиот, или деньги не хочешь возвращать? В смысле деньги возвращать? Ты думал, я тебе просто так плачу? Вы поймите, она дремучая. Как работать? Ты сейчас у меня спрашиваешь, как работать. А кто из нас жигала? Кто из нас, кого уверял, что может совратить даже... Господи, прости, мать Терезы. Слушай, я ему сейчас его наглую рожу. Где эту наглую рожу? Красиво! Разрешивай отсюда, чтоб тебя не видели. Куда мы катимся? Иераклий! Жигала! И ту проблему. Вот терпеть не могу все эти вычурные названия. Ну, что же тогда выбирать? Методом тыка. Куда палец попадет, то и выбирай. А что в таких случаях говорит официант? Да, одно и то же. Прекрасный выбор. Здравствуйте. Меня зовут Юрий, и сегодня обслуживать вас буду я. Здравствуйте. Здравствуйте. Принесите мне, пожалуйста, Хариус Соби. Хорошо. А вам? То же самое. Прекрасный выбор. Я же говорил. Ну, а если он принесет что-нибудь то, что нам не понравится? Ну, пойдем в другой ресторан. Проделаем то же самое. Вдруг нам там больше повезет. Так что, развлекаются все богатые? Некоторые точно развлекаются. Сейчас. Дочком. Орел или Решка? А что на кону? Танец. Ну, а разве здесь танцуют? Тебе еще как танцуют? Так на что стиль? Орел. Орел танцуй, у Решка нет. Орел. С SU znaczy. Танец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки первое свидание И что, ты ничего не чувствовал, когда она к тебе прижимала? Ну, Марин, я живой человек И глупо отрицать, что Настя привлекательная девушка Теперь она уже привлекательная девушка Мы уже договорились с тобой Я хочу танцевать А у меня что, на лбу что-то написано? Или с одеждой что-то не то? Хуже Света из бухгалтерии видела, как вы выходили из ресторана Понятно Черт и что, наверное, уже про меня болтает Неудивительно Завидую Подумаешь Ну, сходили, ну, свидание Но это же ничего еще не значит Ты знаешь, какие дамочки за ним бегают? М? Мне плевать Я не бегаю Ну, ну Хорошо танцует Да уж Ухаживает, значит Свет выводит Продолжайте наблюдать Особые распоряжения будут? Пока нет Это вторая, Марина Она тоже была в ресторане в том Что делала? Да то же, что и я следила И еще крепко выпивала Спасибо, будьте на связи Ты, может, рассказать этой Насте все про Глеба Анатольевича? Можно, конечно Настя, Настя Кто знает, как она поступит От этих провинциалок все, что угодно можно ждать Ну, послушай, ну что я такого тебе сказала? Ты вообще понимаешь, с чем мы делаем? А что мы делаем? Мы обманываем честную, милую девушку А, значит, девушка уже честная и милая, да? Да при чем здесь все это? Марин, я кем после этого буду? Подлецом, мошенником? Кем? Ты будешь после этого благодетелем Ты так рассуждаешь, как будто я предлагаю продать ее в бордель Ты хоть понимаешь, что половина баб нашей страны будут счастливы Вот так вот выйти замуж Чтобы хоть чуть-чуть, хоть немножечко пожить Сытой, нормальной, комфортной жизнью Чтобы было что вспомнить на старости лет Что ты за бред несешь, Марин? Это не бред А, ну ты просто не знаешь, как живут люди в нашей провинции О чем они мечтают Как зарабатывают себе на жизнь Глеб, ты понимаешь, что Это единственный шанс нам быть вместе Понимаю Ну и что теперь? Ну, значит, завтра ты сделаешь Все так, как мы договаривались И не волнуйся ты За эту девочку При любом раскладе Ничего плохого ты ей не сделаешь Я же тебя знаю Знаешь Я сам думал, что знаю себя Жалеете, что согласились? На рыбалку? Да Да, по-моему, для второго свидания в самый раз К тому же слово Женщины Закон А по мне, так здесь здорово Ну да Свежий воздух И красиво очень Ой, у вас клюет Ну, резче надо подсекать, резче Ну, слушайте, ну я На рыбалке был в последний раз В шестом классе Ну и так, удачно? Да я уж не помню Так А знаете что? Что? Давайте-ка перекусим Так мы же еще ничего не поймали Как? А это что? А? Ну вы что? Вы меня смешите Это похлебка для нищих получится Ну, придется довольствоваться Тем, что имеем Выходи за меня замуж Замуж? Да Я все равно собирался сделать предложение И думаю, что тянуть Но мы ведь еще даже не целовались с вами Для первого поцелуя Достаточно? А вы Ты Ты меня любишь? Сказать люблю Это же всего лишь слова Можно легко обмануться Ну Ну Что теперь делать? Слушать свое сердце Ну так Каков ответ? Мне нужно подумать Но я буду слушать свое сердце Это хорошо Господин Чун готов вложить свои деньги в строительство торгово-развлекательного центра Который на сегодняшний день будет самым большим в столице Но ему нужно, чтобы земля под застройку принадлежала одному владелцу Это для нас не проблема It won't be a problem Да, это место вот здесь Очень удачно выбранное место It's a very good choice Yes, this palace is very nice But this part of land of palace not use for company It can be keep for a company It can be a problem Ага Господин Чун говорит о том, что это место принадлежит не вам, а компании Киепро И это может стать проблемой Формально, да На самом деле мы уже ведем переговоры о его приобретении Это займет несколько дней Yes We have almost agreed It's a question of a couple days Let me know if problem's solved For money, this will be comfort Ага Как только все формальности будут урегулированы, дайте нам знать Окей Конечно То, святанья Гудбай До встречи Да Ну и что будем делать? Договариваться с Кипром Такая сделка бывает раз в жизни, ее нельзя упустить Нельзя Поэтому я поддержал твою импровизацию Будем уламывать Глеба Анатольевича Ну если что, не сам к нему сунется Вряд ли 75% участка наши Дай там бог Ой, я не могу Руки устали Давай подменю Давай Смотри, она это делает лучше, чем массажист Ну и хорошо Без куска хлеба не останется У меня просто опыт большой У мамы на одной ноге кровоток был плохой А чем мама занималась? Ну как и все в деревне, своим хозяйством На дел был А потом по молодости В колхозе с дояркой работала Ну, а потом где придется Все же очень быстро менялось Да Ну все достаточно Кажется отпустила Да Я постараюсь заснуть Ну давай Хорошо Мне кажется Или ты действительно мне хочешь что-то рассказать Глеб сделал мне предложение Что? Глеб Прохоров Сделал мне предложение Я в шоке Ты на втором свидании Подожди, что ты ответила? Что я подумаю Ты серьезно? Я представляю, как он был удивлен Ну а что, я должна была ему сразу на шею, что ли, кинуть? И что теперь? Ну неужели ты откажешь? Вика! Вик! Сейчас я Ну ты чего? Я думаю, ты спишь уже? Ты говорила, что мы поедем к новому доктору Ну да, и что? Что там будет? Просто посмотрят в твое колено Это больно? Ну нет, конечно Сделают снимок, изучат его А потом операцию? Ну не сразу Но думаю, что да Вик А ты останешься со мной в больнице? Ну конечно останусь Что же тебе, брошу, что ли? Ты очень похожа на мою маму Правильно? Мы же с ней сестры Нет Не так похожа Да Прежде чем мы начнем Хочу извиниться за нашу прошлую встречу Возможно, наша напористость Сослужила нам не лучшую службу Ну бывает, все мы люди Знаете, как говорится Кто старый опомянет Прекрасная слава Прекрасная Ну, давайте к делу Мы изучили ваше предложение О покупке части нашего земельного участка Хочу сказать, что оно адекватное Но вы все взвесили И приняли решение Его отклонить Отклонить У нас появилась идея Как лучше использовать эту землю Ах, вот как Скажите Это ваше окончательное решение? Да Жаль Право, жаль Ну, если я вдруг скажу, что нам известно Думаю, позиция Глеба Анатольевича На предельные сна Удачи Удачи Это я вижу решение Я уже приняла Я согласна стать вашей женой Ну, которая верна Я уже приняла Эта 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 Субтитры создавал DimaTorzok